Здравствуйте! Сегодня у нас iPhone 6s Plus и мы на нём будем менять стекло. А также я поделюсь некоторыми ссылками на рамки для iPhone 6 и 6s Plus, так как считаю эти ссылки очень полезными, так как качество проверил лично и цены достаточно актуальны. Начинаем с разборки. Кручиваем два винта. Ставим на сепаратор, подогреваем. Так как iPhone 6s и 6s Plus приклеены по периметру, для этого, чтобы извлечь модуль, надо подогреть. Снимаем все детали, а также кнопку Home. Верхний динамик. Снимаем. Снимаем. Продолжение следует... ...и шлейфик камеры и датчика приближения. Затем будем отделять рамку. Процесс этот трудоемкий и очень опасный, легко повредить дисплей. Поэтому здесь спешить не надо, лучше ее разрезать на части и кусками оторвать. Но если у вас нету новой рамки, придется мучиться с очищением осколков со старой. Заклеиваем скотчем и фиксируем на сепараторе. И будем срезать. Клей счищать не буду, буду снимать сразу поляризатор. Поляризатор такой же, как на iPhone 6 Plus. Ссылку на него тоже оставлю. Вверху возле шлейфа. Срезаем очень аккуратно, для того, чтобы рука не дрогнула и не повредили случайно шлейф. Затем счищаем остатки клея, лезвием и вытираем спиртом. Сверху возле шлейфа. Проверяем, какой стороной наклеить поляризатор. В принципе, там есть позначки, но китайцы иногда путают. Фиксируем поляризатор ламинатором, делаем контрольное вытирание дисплея и наклеиваем поляризатор. Затем восстанавливаем металлизированное покрытие, которое служит для снятия статики. Ставим окопленку и наносим ее. Продолжение следует... Вставляем дисплей в форму, берем стикер и снимаем защитный слой окопленки. Снимаем все пленочки с стекла, смотрим обязательно, чтобы оно было чистое. И приставляем в формочку. Фиксируем вот такими нажатиями и ставим в ламинатор. Запускаем процесс склеивания и ждем 5 минут. Так, как вы видите, после ламинатора остались несколько пузырьков по краям. Это особенность 6S и 6S+. Из-за жесткого 3D-тача все пузырьки в ламинаторе не выходят. Для этого используем барокамеру, для того, чтобы удалить остатки пузырей. Подождали окончания процесса. Открываем камеру и смотрим, что у нас получилось. Все получилось прекрасно, все пузыри ушли. Можно приклеивать рамку и собирать телефон. Рамку клею на клей Е8000, так как горячий клей, который идет на рамках, меня не устраивает. Часто отклеивается и приходится переделывать. Поэтому его не использую вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, телефончик готов. Смотрим на результат. Все прекрасно работает. Все красиво выглядит. Зажимаем вот такими зажимами, для того, чтобы хорошо клей застыл. И все. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. До свидания.